Дорогие коллеги, для нас очень большая честь, что Татьяна Анатольевна Горшкова согласилась выступить у нас сегодня с докладом, и поэтому я предоставляю ей слово и прошу по возможности всех выключать микрофон, если вы только не хотите задать вопрос по ходу дела, что мы вполне, я думаю, разрешаем. А если вы не хотите задать вопрос, то лучше микрофон держать выключенным, я, может быть, буду его выключать у некоторых, где это понадобится. И также я прошу всех участников написать свое имя и фамилию, где этого не сделано. Вот есть Екатерина, если можно, напишите, пожалуйста, имя и фамилию свою. Все, спасибо. Я думаю, можно начинать. Спасибо, добрый день, дорогие коллеги. Я, во-первых, очень признательна Дмитрию Дмитриевичу за такую возможность рассказать еще одной комплементарной аудитории о результатах наших работ и вообще о тех представлениях, которые существуют в той проблематике, которой мы занимаемся. Во-вторых, мне хотелось поблагодарить всех тех, кто присоединился послушать, потому что, тем более в такой, назовем его, предвыходной день, вы все-таки сочли возможному делу для этого времени. Спасибо. Речь пойдет о клеточной стенке, структуре, в общем-то, всем хорошо известной, но мы будем говорить о том, как менялись о ней представления за прошедшее время ее исследования, о том, как она функционирует, каковы основные принципы этого функционирования. Поэтому мы поехали. Итак, почему клеточная стенка? Тематика обозначена как ключевая структура организма растения. Я надеюсь, что мне удастся вас в этом убедить. Хотя ее значение простирается не только на организм растения. Ну, то есть, во-первых, клеточная стенка – это, безусловно, важнейший компартмент, который биологию растения определяет, какие бы аспекты его жизни вы ни взяли, транспорт, регуляция, размножение и прочее, прочее, прочее. Клеточная стенка вносит свою лепту в том, чтобы это было особенным по сравнению с организмами других типов. Во-вторых, это важнейший компонент биосферы, вообще говоря. И вообще, это самая распространенная органическая субстанция в биосфере, которая очень часто служит, ну, во-первых, источником еды для многих типов организмов, во-вторых, своеобразным скафолдом, на котором в пространстве наорганизуются многие процессы, особенно в микробиоте. Поэтому это, конечно, очень важный компонент всей биосферы, которая нас окружает. Тем более, что это наиболее масштабно возобновляемое сырье, еще один аспект важности клеточной стенки. И понятно, что в условиях, когда мы пытаемся ориентироваться на устойчивое развитие, именно возобновляемое сырье, мы должны понимать, как образуется и как можно вмешиваться в его образование. Но эти два аспекта я сегодня не буду затрагивать в своем докладе, а остановлюсь только именно на роли клеточной стенки в биологии растительного организма. Клеточная стенка, как известно, первая субклеточная структура, которая была открыта больше 300 лет назад, и это очень известная гравюра, которую, наверное, все видели в различных учебниках. Понятно, что само название клетка вначале относилось именно к клеточной стенке. Протоплазму лет на 100 позднее открыли, и термологическая путаница, что такое клетка, а что такое… Ну, то есть это только клеточная стенка или все вместе. Потом очень долго кочевала из всяких монографий, монографии и учебники. Потихонечку с этим разобрались, и разобрались не в пользу клеточной стенки в том смысле, что к ней на протяжении столетий после открытия относились как к такому своеобразному деревянному ящику. Вот внутри там, да, там жизнь. Там протоплазма, там потом открыты белки, нуклеевые кислоты, вот там все так динамично, все очень живо. А для апопласта, куда входят совокупность клеточных стенок, формулировка 100 лет практически назад мелком сделана – это неживые части растительных клеток. Клеточную стенку воспринимали фактически как своеобразные отбросы клетки или, во всяком случае, очень мертвые структуры, мало на что влияющие. Ну, действительно, тара, в которой живет живое. Этому способствовал еще и такой термин клетчатка, который вроде бы является русской калькой от слова целлюлоза, но у нас оно приобрело даже другой несколько смыслов, обозначает вообще все структурные полисахарилии, все то, что мы называем пищевые волокна, еще один термин, который фигурирует. И это все создает впечатление какой-то очень серой, безликой массе, однородной в разных растениях, в разных типах клеток и так далее. И такое отношение к клеточной стенке существовало достаточно долго. При этом понятно, что клеточная стенка – это действительно структура, которая кардинально отличает клетку растения от, скажем, клетки животного. И потихоньку эти представления начали меняться. Начнем с того, что даже простые окрашивания цитохимические выявляют разнообразие строений состава клеточных стенок. Позднее появились методы химии полисахаридов, а потом еще и методы иммуноцитохимии, которые, во-первых, выявили сложнейшее и разнообразнейшее строение полисахаридов, наличие у них всевозможных модификаций, а во-вторых, ткани и стадиоспецифичность состава клеточной стенки, неоднородное строение ее участков. То есть потихонечку серая унифицированная клетчатка превратилась в многоцветие разнообразных полисахаридных структур. Тоже у нас все-таки, я познакомлюсь с основными компонентами клеточной стенки, с основными полисахаридными компонентами. Юра забрал, по-ходу, мои горшки. Не ко мне, хотя по моей фамилии Горшкова, но... Александра, включите меня. Значит, про полисахариды клеточной стенки. Вот здесь представлены базовые структуры их фрагментов, представлены очень схематично, представлены очень упрощенно. Оно, скажем, видится целлюлоза, как коротенькая сравнительная цепочка, при том, что степень полимеризации этого полисахарида порядка 10 тысяч. Примерно с такой же степенью упрощения показаны и другие полисахариды. Но при этом сразу отмечено, что их можно подразделить на три основных класса. Особняком стоит целлюлоза. Потом есть так называемые слизующие гликаны. Мы чуть-чуть эти термины будем использовать в дальнейшем изложении, поэтому я сразу с ними вас немножко познакомлю. И, наконец, есть пектиновые вещества, которые формируют различные гели. Если представлять простейшую клеточную стенку, то вот эти три типа полисахаридов в ней представлены. Арматуру своеобразную, жесткость клеточной стенки, придают микрофибрилы целлюлозы. Их связывают между собой связующие гликаны. И все это погружено в матрикс из пексиновых веществ, которые заполняются пространством. Это представлена такая очень тоненькая, простейшая клеточная стенка. Это примерно 100 нанометров ширину. Польсахаридов клеточной стенки очень сложно синтезируется. Это нематричный синтез. Представьте себе, полимеры в сотни, в тысячи маномеров синтезируются нематричным способом. Очень сложные ферментные комплексы, где все участвующие ферменты связаны с мембраной. И плюс к этому добавить можно, что до сих пор не существует методов секвенирования полисахаридов. Именно в силу того, что у них очень разнообразные типы связи. И в принципе их строения кардинально отличаются от других биополимеров, таких как белки и нуклеиновые кислоты, где молекулы все-таки линейны, всегда один и тот же тип связи между мономерами. А здесь разнообразие исключительно велико, плюс наличие всевозможных модифицирующих групп. То есть исследование всех этих вопросов – это просто то, что обычно называют на Западе словом «чаллендж». И сегодня про механизмы биосинтеза я рассказывать тоже ничего не буду. А пойдем мы именно в сторону того, чтобы понять, при том, что растения – беусловные чемпионы среди всех живых организмов по сложности и разнообразию полисахаридных структур, которые представлены в пяточной стенке, мы зададимся вопросом – а зачем это все? Ну, казалось бы, если это деревянный ящик, ну, создать структуру универсальную из двух-трех компонентов, которые можно везде мультиплицировать и не создавать тех огромных сложностей, которые еще и с биосинтезом связаны. Зачем? Попробуем с разных точек зрения найти ответы на этот вопрос. Первая точка зрения – это посмотрим в ходе эволюции, как изменялся состав пяточной стенки. Понятно, что здесь только такие очень крупные мазки даны, но можно увидеть, что ключевые процессы в ходе эволюции растений, таких как завоевание суши, как появление сосудистых растений и крупномеров, связаны с появлением особых полимеров пяточной стенки. Ну, например, возникновение ксилана или гнина сопряжено с появлением сосудистых растений и крупномеров. То есть именно благодаря им возник тот композитный материал, который мы знаем как древесина в основном, и который сделал возможным осуществление транспорта воды на ту высоту, благодаря которой сформировались крупномеры. И это, конечно, непосредственный результат возникновения конкретных полимеров клеточной стенки. Мы можем сказать, что состав клеточной стенки, а здесь представлено распределение в тексономическом плане только одного из типов компонентов, одного из связующих гликанов, имеет тексономическое значение. То есть когда формируется новый тексономический раздел, это очень часто сопряжено с какими-то особенностями в структуре клеточной стенки. В этом смысле очень характерны злаки, у которых два компонента, оранжевенький и зеленый, это специфичные для них полисахаридов, обособляющие от большинства других видов растений, в том числе двудонных в первую очередь. Понятно, что довольно просто сделать предположение, что разнообразие полисахаридов связано с различиями функциональной нагрузки. И это, безусловно, справедливо в некоторой степени, потому что у клеточной стенки очень много различных функций. И мы попытаемся с некоторыми из них сейчас познакомиться. Ну, во-первых, клеточная стенка – это действительно такая основа для жизнедеятельности, для функционирования клеток. То есть любая клетка растений, на любой стадии всегда окружена клеточной стенкой. Да, можно получить изолированные протопласты, но они будут неполноценны с точки зрения возможности развития. Первое, что они начинают делать, это синтезировать себе новую клеточную стенку. И отчасти это связано с тем, что клеточная стенка обеспечивает базовый принцип функционирования клетки. Это противодействие турбурного давления и способности клеточной стенке к растяжению. Мы знаем, что можно получить изолированные протопласты, они будут сферические, а клетки сферическими не бывают никогда, даже в культуре, где, казалось бы, могли себе это позволить. Связано это, в частности, с наличием такого полимера, как целлюлоза, самого распространенного, опять же, в биосфере полимера, который вроде бы устроен очень просто, но на самом деле, как он формируется и как устроен, до сих пор известно, мягко говоря, не до конца. Можно сказать только с уверенностью, что выбор микрофибрилотеллоза в качестве компонента оболочки клетки определил особенности биологии растений, наверное, не в меньшей степени, чем приобретении способностей к фотосинтезу. Он сделал клетку относительно, весь организм, надо точнее сказать, относительно малоподвижным, наложил множество ограничений на характер транспорта и многих других процессов клетки, но, тем не менее, вот целлюлоза – это компонент всегда везде присутствующий, но он никогда не единственный. И существуют другие полисахариды, другие компоненты клеточных стенок, ключевой функцией которых является специализация клеток. Видите, что разные окрашивания, разные антитела или разные бетитемические красители выявляют очень по-разному клеточные стенки. И практически все типы растительных клеток, которых, как вы знаем, более 40, можно отличить под специфическим характеристикам клеточной стенки. То есть формирование любой ткани, любая стадия развития клетки сопряжены с наличием особых полимеров клеточной стенки. И поскольку происходят очень много разных, и в разных ситуациях, в разных видах растений, в разных тканях, в разных клетках могут отличаться особенности их строения, то их совокупность может служить такой материальной основой индивидуальности или самости отдельных клеток, тканей и всего организма. А также стадии их развития, потому что по стадии развития одной и той же клетки набор полимеров клеточной стенки тоже будет отличаться. То есть мы можем предполагать, во-первых, функциональную специализацию клеток на основе компонентов клеточной стенки, а во-вторых, такую индивидуализацию именно как особых, как клеток или организмов с особыми свойствами по сравнению с соседями. Существует три базовых типа клеточной стенки при этом. То есть при том, что в каждом из вариантов множество своих видов или типов, но все-таки подразделения выделяют три типа клеточной стенки. Еще недавно их было два, мы вот предложили сформировать представление о третьем типе клеточной стенки, это речь идет о первичной, вторичной и третичной клеточной стенке. Для каждого из этих типов характерны наличие или отсутствие определенных примеров, особая архитектура и специфические свойства, вот и специфические функции, я бы сказала. Чем они отличаются, что для них характерно? Ну, во-первых, первичная клеточная стенка по определению это та, которая способна растягиваться. Клетки, ей обладающие, имеют потенциал для увеличения размера. Вторичная клеточная стенка фиксирует форму. Это вот та композитная структура на основе у больших растений ксилана и леднина, о которых я уже упоминала, и она выдерживает колоссальные механические нагрузки. То есть это такая основа стабильности. Есть третичная клеточная стенка, да, вторичная клеточная стенка, в отличие от первичной, которая присутствует у всех клеток, формируется уже только у специализированных, ну, например, у сосудов, у волокон. Третичная клеточная стенка, которая так названа еще и по порядку отложения, она всегда после вторичной, хотя бы тоненького слоя вторичной откладывается. Это характерно только для волокон, она формируется только у них, не у всех, а про нее мы подробнее поговорим попозже. Что для нее характерно, она формирует контрактиль, придает контрактильные свойства. То есть первичная способна растягиваться, вторичная фиксирует форму, а третичная формирует натяжение. Зачем это нужно, мы поговорим тоже чуть позже. Еще одним одной функцией клеточных стенок – это формирование векторных потоков и регуляция их интенсивности. В первую очередь речь идет о потоках воды, ассимилиатов, но ионов и так далее, и так далее. Именно с помощью клеточной стенки осуществляется регуляция соотношения потоков по симпласту и апопласту. И здесь важны всякие свойства, которые здесь перечислены, гидроскопичность, капиллярность, наличие поверхностных тканей с особыми характеристиками и так далее. И очень важно формирование локальных структур, типа поисков Каспария, лабиринтов, клеток-спутников Ксилемы. К этим же локальным структурам относятся, например, межхлетники или плазмодесмы. Во всех их, при формировании всех их, участвуют определенные полисахариды, определенные процессы их синтеза и модификации. И эти все структуры формируются именно в клеточной стенке. Основные факторы, которые приводят к специализации клеток, это, значит, еще раз, наборы структуры полимеров, мозаичность распределения различных полимеров, они не все равномерно размазаны по поверхности, количество различных слоев, например, привлеченных, вторичных, третичных, их толщина и формирование локальных структур. Следствием этих вещей служат различия в растяжимости клеток, что, понятно, сказывается, скажем, при росте растяжения, и потом мы будем еще говорить о натяжении как факторе мартогенеза. Различия в проницаемости, это, значит, формирование потоков переноса веществ в функции этого имеет. Различия в устойчивости к декомпозиции, насколько ее могут разложить различные патогены, например, при нападении на растения. Различия в формировании сигнальных молекул, потому что многие продукты распада компонентов веточной стенки служат сигнальными молекулами при развитии растений и их адаптации. Веточная стенка – такая очень базовая структура за счет функционирования, которой осуществляется важнейший процесс в развитии растений. Их очень много. Мы рассмотрим очень бегло, а некоторые чуть поподробнее, три из них. Цитокинез, рост клеток растяжения и перемещение органов растений. Вот цитокинез, то есть формирование новой перегородки, механизм, который, опять же, очень здорово отличается у клеток растений и животных, связанных с двумя типами полисахаридов в первую очередь. Во-первых, это колоза. Это тот первый полимер клеточной стенки, который начинает накапливаться еще в инофазе и служит для формирования перегородки. Вот здесь колоза, отложенная в середине формирующейся пластинки. Видно, что количество колозов в суспензионных культурах клеток в ходе роста культуры очень пикует именно при активном делении клеток. Это частота метозов, может, собственно, служить маркером интенсивности деления. Настолько формирование колозы привязано к процессу деления. Почему именно колоза? Это довольно необычный пример. У нее по механизмам синтеза и по свойствам. Она формируется… ее отложение не связано с процессами секреции, то есть она формируется не в аппарате Гольджи, как все остальные несулезные полисахариды, а непосредственно на плазматической мембране, и поэтому скорость ее синтеза колоза выступает еще таким пожарным полисахаридом, где надо какие-то дырки замазать очень быстро, и в том числе сформировать перегородку. Во-вторых, ее синтеза не лимитирована ни секреция, ни процессами кристаллизации, как в случае целлюлоза. Во-вторых, этот полисахарид имеет свойство полиметонной промышленности, то есть сразу… …проходку. Интересно, что при этом после завершения формирования новой клеточной стенки дочерней, колозы полностью расщепляются. Это тоже очень необычная характеристика для полисахариды в клеточной стенке, из которых большинство никогда не разлагаются полностью на протяжении всей жизни растений. Вторым компонентом клеточных стенок, которые уже в процессе цитокинеза себя проявляют, это пектиновые вещества. Вещества, способные формировать гелия с разными свойствами, и именно их наличие позволяет проводить уплощение пузырьков, то есть формирование сначала гантелей из сливающихся пузырьков, а потом формирование пластинки, которая потом превращается в клеточную стенку. И еще пектиновые вещества важны для формирования особых зон клетки, так называемых углов клетки, то есть контакта дочерней и материнской клетки. Эти места играют очень важную роль в развитии эморфогенеза. Второй процесс, о котором мы поговорим, это рост клеток растяжения. Известно, что это характерно именно для растений механизма увеличения размера всего организма. И на протяжении своей жизни растительные клетки увеличиваются в миллистеме, они там от 5 до 10 микрометров, как правило, и среднестатистически вырастают до 100 микрометров, могут до 1000, а некоторые вроде растительных полокон могут вырастать до 10 сантиметров в единичная клетка, то есть до 100 тысяч микрометров. И при этом нам нужно обеспечить в ходе такого масштабного процесса растяжимость клеточной стенки, но не дать образоваться никаким дыркам, потому что если мы слишком увеличим расстояние между микрофибриллами и целлюлозой, то клетку просто разорвет под действием токурного давления. Чтобы оценить вообще масштабы этого процесса, я всегда привожу такой пример. Представьте себе дачный домик, сруб из бревнышек. Аналогия со срубом достаточно к месту, поскольку микрофибрилл, целлюлоза – это и есть бревнышки в микрометровом масштабе. Так вот представьте себе, что вам сруб размером 5 на 10 метров. Нужно увеличить, ну, скажем, хотя бы до размеров 30 на 100, а может быть до 1000 метров, а может быть до 100 километров. Именно такие по масштабу процессы происходят в ходе роста растяжения растительных лет. Как же они их осуществляют? При этом нужно не забывать, что в ходе этого растяжения вы должны оставаться жить внутри дома. Вам должно быть тепло, светло, уютно. Вы же должны делать строительные материалы и формировать все то, что служит для увеличения поверхности вашего домика. И вот именно такой по масштабу процесс и сути организуют растительные клетки. Правда, микрофибрилла у них ориентирована, как правило, не вдоль домика, а поперек. И суть процессов растяжения фактически можно изобразить отложением микрофибрилл сначала по сжатой спирали, а потом ее растяжением и отложением все новых слоев. Схематично это будет выглядеть примерно так. Сначала параллельная микрофибрилла, перпендикулярная основной оси растяжения, которые затем меняют свою ориентацию, потому что растягивается клетка и откладываются новые слои. Затем происходят все дальше и дальше аналогичные процессы, то есть в конечном итоге вы имеете сеть из различных ориентированных микрофибриллциллозов. Понятно, что в целом суть можно описать, что сочетание процессов растяжения это сочетание растяжения существующих слоев и отложения нового. При этом должно соблюдаться несколько правил. Во-первых, число слоев микрофибрилла должно быть слишком велико, чтобы не превратить клетку в такой нерастягиваемый кокон. Но с другой стороны, оно должно быть достаточно, чтобы стенка эффективно противостояла толкому давлению. Обычно считается, что число слоев микрофибриллок в такой клетке три-четыре. Во-вторых, растяжение должно быть контролируемым. Это достигается за счет наличия вот тех самых связующих гликанов, которые я уже упоминала, тех веревок, которые связывают между собой микрофибриллциллозы. И вот эту сеть в ходе процесса растяжения нужно модифицировать так, чтобы иметь возможность увеличить перстояние между микрофибриллами. Наконец, для обеспечения целостности всей системы и дополнительной регуляции свойств необходимо еще заполнить все имеющиеся пустоты гелеобразным наполнителем, чтобы, опять же, гарантировать целостность скляточной стенки. Вот именно эти функции, именно так это все и осуществляется вот в той уже приведенной мной схеме, где у нас есть арматура, связывающие веревки и гель. Попробуем посмотреть, кто предметно исполняет эти функции, как это все организовано. Эти процессы мы изучали в частности на растущих первичных корешках кукурузы и имея в виду, что суть процесса растяжения, как я уже говорила, контролируемое увеличение расстояния между микрофибриллами и заполнение пространства геевой замазкой. У нас три ключевых действующих игрока. С самого начала нами рассматриваемые, которые характерны для злаков, это вот те самые полисхариды, которые я отмечала как специфичные для них. То есть это глюкан со смертным типом связи, глюкурон арабиных силан, извините за этим, многоэтажное название, но я не буду им злоупотреблять. Ну и, конечно, микрофибрилл-слюлоза. То есть мы должны синтезировать новые порции полимеров и, с другой стороны, модифицировать уже имеющиеся слои, потому что, если не будет процесса растяжения, то у нас новый материал будет просто откладываться внутрь клеточной стенки, приводя к ее утолщению, а не к увеличению поверхности. очень схематично, да, очень объемную и качественную информацию о тех процессах, которые происходят, дают транскриптомные исследования. Я вам говорила, что исследовать химию полисахаридов, ее изменения с точки зрения набора и модификации полисахаридов в крошечных образцах того же растущего корня, а там речь идет, понятно, о миллиметровых отрезках, практически на сегодняшний день невозможно. А вот проанализировать экспрессию генов, всех, которые есть в конкретной ткани, и выделить среди них те, которые характерны для синтеза, которые участвуют в формировании или модификации полимеров клеточной стенки, вполне возможно. Не просто, но возможно. Вот именно этим мы занимались и на основе этих работ, особенно в сочетании с иммуноцитохимией, с достаточно широким набором антител, которые мы использовали, мы представили себе, как меняется синтез разных полисахаридов в ходе роста растяжения. То есть у нас есть корень, у которого мы брали разные зоны, начиная от милистема, отчетника собственной милистемы, начало растяжения, растяжение, замедление растяжения, и крепко-докончившее растяжение. Так вот, мы видим, что есть полимеры, которые пикуют в ходе растяжения, вот она у нас, вот этот кластер, будем говорить. Есть полисахариды с другой динамикой, в том числе те, которые пикуют при инициации растяжения, а не на его пике. с другой стороны, мы знаем ключевых игроков и понимаем, что одна из модификаций, которая осуществляется в клеточной стенке, связана с модификациями строения того самого глюкурона Робина Ксилана, которого я тоже уже упоминал. Это полимер, у которого остов однороден и построен из остатков ксилоидов, но у него могут быть разные заместители, расположение которых по остову здесь показано чисто схематично, реально оно может быть очень разнообразным. Вот в растущих клетках, как мы поняли, разветвление у глюкурона Робина Ксилана имеются различные домены в одной и той же молекуле. У части молекулы высоко разветвлена и посему не может взаимодействовать с микрофибрилами целлюлоза и служит таким разрыхляющим доменом, очень важным в растущей клетке для того, чтобы целлюлозные микрофибрилы не склопнулись сами с собой, потому что тогда их уже потом не растянуть никаким образом. И с другой стороны есть связывающие данные, у которого гораздо ниже степень замещенности и который способен связываться с целлюлозой, формируя вот ту самую сеть, которая позволяет контролировать интенсивность растяжения. В коде роста растяжения у нас действуют ферменты, которые отщепляют заместителя, в частности, вот те арабинозы, которые и составляют вот этот в большой степени этот разветвленный домен, отщепляются с помощью специальных ферментов по арабиноформе ДИДАС, активность которых вот так резко возрастает в ходе роста растяжения. То есть, мы видим, что в ходе роста у нас происходит в клеточной стенке в самой, то есть, не только в мини-синтезе полисахариды, но еще и в самой клеточной стенке изменяется активность ферментов, которые модифицируют уже существующие полисахариды и модифицируют характер взаимодействия между различными компонентами. Понятно, что то, что я вам рассказала, это только часть событий участников гораздо больше, но принцип примерно такой, что в ходе растяжения мы видим изменения, мы видим процессы инмура, то есть клеточной стенке, которые приводят к изменению взаимодействия между составляющими ее полимеров и при этом еще, конечно, отложения новых порций клеточной стеночного материала. То есть подводя небольшой итог вот этой части, регуляция функционирования клеточной стенки как супрамолекулярной структуры во многом базируется на модификации условий для взаимодействия полисахаридов. Это сказывается на нано-механических свойствах клеточной стены. Мы смотрели на срезах того же корня кукурузы и не только. Причем мы используем для этого особый у нас в лаборатории разработанный вариант, когда можно смотреть нефиксированные и никогда не высыхавшие срезы, то есть в которых полисахариды находятся в таком нативном состоянии, потому что при высыхании взаимодействие между ними может необратимо изменяться, и анализировали их нано-механические свойства по разным тканям и на разных, в разных зонах корня, в общем, очень объемная работа с помощью отмисловой микроскопии. Что мы видим? Ну, во-первых, понятно, разные ткани имеют свои параметры. У всех у них в ходе растяжения вот здесь шкала, по которой охарактеризованы разные цвета, которые окрашены разной ткани, в ходе растяжения всегда вначале происходит размягчение плеточных стенок, что в общем понятно, а по окончании они снова затвердевают. Еще один важный параметр, который здесь выявляется, что клетки внутренней коры всегда имеют максимальное значение модулинга. И, значит, именно она у корней злаков служит, мы смотрели это не только на кукуруге, служит то лимитирующее растяжение корня тканью, которую в общем довольно долго пытались выявить и были идеи, что это все-таки экзодермис, нет, на самом деле это внутренние кора, были идеи, что это экзодермис, внутренняя кора. И, соответственно, если мы хотим как-то воздействовать на процесс растяжения в корне, то вот мишень для воздействия, для того, чтобы пытаться как-то эти вещи регулировать и понимать, кстати говоря. Еще один процесс, который происходит с участием клятчных стенок, это перемещение в пространстве разных органов. Он связан вот с теми самыми волокнами с третичной клятчной стенкой, вот эта ситуация, которая на приведенную уже раньше схеме обозначена, и это такие волокна, у которых обычно очень утолщенные клятчные стенки, которые формируются, самые известные примеры, это волокна древесиного натяжения, это лубоволокнистые культуры, хотя перечень гораздо шире, и они могут быть, ну, скажем, характерны для геофитов, которые заглубляют свой побег в качестве адаптивной реакции, они присутствуют в различных лазающих растениях или в, скажем, у мангровых описано их довольно большое количество, которое позволяет им принимать вертикальное положение, в воздушных камнях фикуса очень известна еще давняя работа Циммермана 1967 года, где он написывает, что их способность после укоренения в ведерке с почвой поднимать потом это ведро, формируя именно контрактивные свойства, пропорционально развитию вот этих самых клеток тогда это еще не называлось третичной клеточной стенки, уже слоями это называлось, но во всем случае с этим типом клеточной стенки, с особым типом клеточной стенки. таки волокна распространены в самых разных таксонах, неравномерно распределены, некоторые их очень любят, в некоторых они встречаются довольно верно. чемпионы, чемпионы, пожалуй, это бобовые, где желтинозные волокна встречаются ну просто везде, в корне, в стебле, в разных целенных, флоевных частях и прочее, прочее, и почти во всех проанализированных веках. Для Малевых они тоже характерны, куда относятся наш любимый Леон, а также Тополь и многочисленные его родственники, которые являются модельными системами для изучения этих клеточных стенок. Ну, понятно, что другие волокнистые культуры типа конопли и сейчас популярные крапивы, это все тоже волокна такого типа. Если мы возьмем стебель льна, то вот кусочек его под ультрафиолетом после окраски калькофлюором демонстрируют нам разные типы клеточных стенок. И это первичные клеточные стенки в коренхиме тоненькие, слабосветящиеся, это сильно лигнифицированные и посему из-за автофлористенции лигнина выглядящие желтыми вторичные клеточные стенки для ксилемы характерны и очень мощно развитые третичные клеточные стенки во флоемных волокон, которые почти заполняют всю площадь среза, оставляют для именно это уже зрелые достаточно волокна очень небольшую часть. Развитие таких волокон позволяет осуществлять различные функции и процессы. В частности, для растений льна показано, что развитие таких волокон и наличие таких волокон позволяет стеблю возвращаться в вертикальное положение после его грависимуляции. Если вы наклонитесь стебель льна, он у вас постепенно вернется в вертикальное положение, причем изгиб будет формироваться не просто там, где зоны роста, где известные гранатропические реакции наблюдаются под равеновскому типу, а в другой части стебля, в которой уже существует по всему периметру волокна плаемы, а вот с этой тянущей стороны, то есть в ту сторону, где изгиб образуется, желтинозная слои откладываются еще и в слои третичной клеточной стенки и в волокнах ксилема, что хорошо выявляется с помощью антитела, выявляющего специфические компоненты таких волокон. Чтобы посмотреть, что это такое, как это все происходит, мы сняли вот такое видео, которое несколько, пару дней длится, когда мы наклонили растения двух сортов, гонки между ними устраивая, кто в первую очередь поднимется. Выглядит это таким образом, то есть начинается подъем растения и потом это ночь, а потом снова день, и вы видите, что формируется изгиб по всему стеблю, там, где отложены волокна с третичной клеточной стенкой. То есть наличие волокон с такой стенкой позволяет эффективно формировать гравитриотический изгиб вне растущей части стены. С другой стороны, именно наличие таких волокон уже конститативно формируемых, не индуцируемых, а формируемых в ходе обычного развития без гравистимуляции. В этом случае они наблюдаются только в внешней периферической, то есть флоремной части стебля, вот то, что я вам показывала на срезе, связано с очень особенными свойствами всей биомеханической системы стебля. Дело в том, что стебель льна характеризуется очень изящностью большой. Он из совокупности растений, где не обладающих волокнами с третичной креточной стенкой, резко выделяется по параметрам соотношения высоты и диаметра у основания. Для льна вот здесь примерно в масштабе данного стебель мы имеем примерно метровую высоту, еще нагруженную на верхушке метелкой с цветочками или коробочками, при этом диаметр не превышает обычно двух миллиметров. То есть посчитайте какой коэффициент прозенхимности. Оказалось, что стебель льна устроена вообще говоря по тому же принципу, что например останковская телебашня, у которой на периферии ствола, на периферии конструкции есть стальные натянутые тяжи, не балки по центру, а именно на периферии натянутые тяжи. Это позволяет башне релаксировать во время боковых нагрузок и сохранять прочность и с другой стороны возвращаться в вертикальное положение после его нарушения. Вот примерно такая же система образуется в растениях или в стеблях льна, где наличие волокон с третичной клеточной стерки создает то натяжение, которое позволяет настолько примечательную биомеханическую конструкцию формировать. Она, надо сказать, гораздо более эффективна, чем останковская телебашня, если иметь в виду соотношение высоты и диамет основания. Как же это все работает? Мы попытались это выяснить с использования целого комплекса подходов и мы в общем посчитали возможным назвать такие волокна растительными мускулами в кавычках, имея в виду такие волокна с третичной клеточной стенки. Не вдаваясь в детали, я хочу сказать, что для третичной клеточной стенки очень характерны постсинтетические модификации, в ходе которых собственно это натяжение и формируется. в целом это клеточная стенка с очень высоким содержанием цивилозы, порядка 90%, и все ее микрофибрилы расположены вдоль оси клетки. При этом вторым ключевым полимером служит сложный пектильный полисахарит, равный луктуранат, у которого боковые цепочки модифицируются в ходе созревания клеточной стенки и формирования натяжения таким образом, что оказываются захлопнутыми между микрофибрилами цивилозы, таким образом формируя их натяжение. То есть во всей системе мы имеем очень важный нецивилозный полисахарит и очень важный фермент модифицирующий его таким образом, что приводит к достижению реализации функциональной нагрузки. Это же приводит понятно, эти процессы приводят к изменению нано-механических свойств, то есть если мы возьмем недавно сформированный еще недозревший слой третичной клеточной стенки, у него короче, если модуль упругости будет примерно такой же, как у вторичной клеточной стенки. А вот после завершения процесса модификации мы видим резкое возрастание модуля, и это, конечно, в свою очередь приводит еще и к формированию натяжения. То есть таким образом мы видим, что вот в различных процессах, которые осуществляются с помощью клеточной стенки, у нас есть специфичные полисахариты, у нас есть специфичные ферменты и специфичные процессы модификации надмолекулярной структуры или конкретного полисахарита, который приводит к изменению надмолекулярной структуры. И вот для осуществления таких модификаций для растений существует обширнейший аппарат, который, наличие которого стало вообще говоря откровением, которое обнаружилось после секвенирования генома. Да, мы все давно представляли, что есть ферментативные активности, галактезидаза, арабинфоронезидаза, ну, в общем, целый перечень различных ферментов, которые работают с клеточной стенки. Но мы никогда не представляли себе, как их много. Уже в самой первой работе по секвенированию генома было отмечено, как особенность генома растений, что существуют обширнейшие мультигенные семейства, которые кодируют ферменты, работающие в сочной стенке. Ну, вот, например, число генов, так называемые пексинометилостераза, я чуть позже объясню, что это такое, 67, полигалактураназа 52, есть еще там множество галактезидаза и прочее, и надо сказать, что осуществляемые этими ферментами процессы, или с помощью этих процессов, происходит очень много важных теологических вещей. Я уж не говорю про падение листьев, формирование, созревание фруктов, скажем, понятный рост растяжения, про который мы с вами говорили, их можно перечислять достаточно долго. То есть зачем так много потому что различные изоформы не только действуют в определенное время и в определенном месте, но еще и узнают различные субстраты и формируют различные продукты. То есть мы имеем очень сложную регуляцию процессов модификации полисахаридов клетчатой стенки. Чуть поясню это на конкретном примере. Вот межклетник, который у нас уже где-то мелькал. У него он окрашен каркофлюором, который окрашивает собственно целлюлоза, вот от границы клетчика. Это сам межклетник. А это два антитела, которые выявляют один и тот же полимер, но в котором по-разному распределены модифицирующие группы. Маленькие метильные группы, которые присоединяются к карбоксилу уроновых кислот. Вы видите, насколько по-разному они локализованы, насколько, то есть если один тип полимера выстилает полость, то в другой формирует углы. С чем это все связано, как это вообще можно по предмет не представить себя. Вот этот полимер вообще говоря очень простой. Такая линейная молекула из одного и того же мономера уроновой кислоты. Единственным его усложнением является наличие метильных групп, которые присоединяются к карбоксилу уроновых кислот. И синтезируется этот полимер именно в высоко метилированном состоянии. А вот дальше внутри креточной стенки уже с помощью вот этих самых различных пектин метилостераз, которых мы как помним А6-7 вариантов у арбидопсиса происходит отщепление метильных групп, которые могут носить разный характер. Некоторые отщепляют, выедая значительные по протяженности участки, которые остаются без метильных групп. Другие беспорядочные полимеры казалось бы, ну и что, какая-то фитюрочка сбоку чуть-чуть другая. На самом деле это очень здорово меняет свойства полимера. Это, во-первых, разные свойства гелий, которые этот полимер образуют, разные механизмы формирования этих гелей, то есть разные индукторы для гелеобразования. А во-вторых, это разная подверженность действию полиглоктураназ. Кто-то из них может выедать только протяженные участки без метильных групп, кто-то, наоборот, требует подряд наличия нескольких. И это те самые полиглоктураназы, которых тоже аж 52. Все это еще нам говорит о том, что клетчинная стенка очень быстро в целинию эволюционирующей пройти эти системы. Дело в том, что все мы знаем в ходе эволюции растений неоднократно проходили дупликации геномов. Для большинства других генов лишние копии элиминировались, а для ферментов клетчинной стенки они сохранялись, потому что приобретали специализацию. Они становились важными именно как конкретный вариант для модификации конкретного полисахарида и с образованием конкретных продуктов. Почему накопилось существенное количество генов, которые с химической точки зрения осуществляют одну и ту же реакцию. Это один и тот же фермент с химической точки зрения. Но разный характер регуляции и разный характер субстратов и продуктов, которые этот фермент может преобразовывать. Еще один аспект, про который мне хотелось бы поговорить, это клеточная стенка как важнейший регулятор процессов развития. Для нее характерно два передающих устройства, два типа передающих устройств. во-первых, широко известны низкомолекулярные фрагменты полимеров клеточной стенки, которые связываются с какими-то своими рецепторами и оказывают регуляторное действие. Для них примерами таких служат олигосакариды, в частности фрагменты олигоурамиды, для которых известны свои рецепторы и которые могут влиять на развитие клеток. Точно так же фрагменты белков, которые присутствуют в клеточной стенке, о которых мы пока не говорили, тоже могут иметь регуляторные. И даже тот метанол, который образуется при отщеплении тех метильных групп от веществ, о которых шла речь выше, тоже вполне себе является регулирующим агентом. Но сегодня мы об этих говорить не будем, а поговорим о другом типе. Это клеточные стенки, когда она выступает как регулятор, как вся аналитмолекулярная система. И выступает в связи с тем, что у нее неоднородные и изменяющиеся механические свойства. Это направление исследования, эта тематика возникла примерно 20 лет назад, когда стало понятно, что индукция растяжимости дополнительной клеточной стенки служит фактором орфогена и приводит к изменению формы. Вот белковые агенты, которые модифицируют связь между целлюлозой и связующими гликанами, если индуцировать локальную экспрессию этих генов, вызывают сформирование в неположенном месте выростки. Точно так же, если мы смотрим про развитие министема, то это может быть нарушение хронотаксиса. То есть существуют регуляторные модули, опирающиеся на механические свойства клеточной системы. Роль биомеханических факторов в развитии была продемонстрирована на множестве различных примеров. Здесь перечень всего на свете, ну правда и т.д., потому что действительно продемонстрировали, что биомеханика играет роль инициации очень многих процессов. Как это может работать и что это все означает? Было обнаружено, то есть одним из важнейших регуляторов морфогенеза, который мы все знаем, служит ауксин. Было обнаружено, что транспорт его, или точнее распределение его переносчиков пинов, пин-1 еще точнее, зависит от того, максимально всех участков мембраны, которые прилегают к клеточной стенке, находящейся под наибольшим натяжением. В этих условиях процесс полярного транспорта ауксина организован фактически следующим образом. Есть у нас клетка, в которой начинается индуцирован процесс растяжения, который является более растяжимым, то участок клетки соседней, который граничит с ней, будет испытывать максимальное напряжение, потому что эта стенка хочет растягиваться, а это пока ей не дает. Здесь не запущен процесс растяжения. Вот именно сюда и начинают направляться молекулы пинодин, молекулы переносчика вместе с загруженным в них ауксином и транспортировать ауксин в ту соседнюю клетку, которая уже начала растяжение. Это приводит к тому, что ауксин накапливается в этой клетке и еще больше индуцирует растяжение за счет активации протонной помпы и действия экспансирования, короче, схема, которая характерна для увеличения растяженности клеточной стенки. То есть возникает такая обратная положительная связь для того, чтобы объяснить, как происходит накопление ауксина в конкретных точках, в конкретных клетках. И это все, безусловно, дальше сказывается на морфогенеде, потому что формируется, ну, скажем, формирование примори происходит именно таким способом. Почему это все важно? почему внесение клеточной стенки в рассмотрение оказалось таким точкой непрорыва. Дело в том, что, да, мы давно знали, аукфин важен для морфогенеда. Но возникал всегда вопрос, а откуда пин знает, как распределяться, чтобы накопиться там, где нужно? Ответ часто звучал есть это скелет, который он управляет. А в данном случае возникал вопрос, а все-то скелет откуда знает, как направляться. А вот то, что появилось в рассуждениях клеточная стенка, и не просто в рассуждениях, а с фактами, демонстрирующими ее вовлеченность, позволило создаться такой самоорганизующейся системе контроля морфогенедов, в которой участвуют механические свойства клеточной стенки, транспорт, аукцина и ориентация катикального цитоскелета. Это все получается такой контур, работающий шаг за шагом, результатом которого становится морфогенез какой-то определенной структуры. За счет чего у нас возникает неоднородность натяжения клеточной стенки в разных клетках и в разных ее участиях? Во-первых, соседями. Есть или нет, с какой скоростью растягиваются. Во-вторых, геометрия клеток. Углы клеток, которые мы упоминали, всегда испытывают больший механический стресс. Наконец, неоднородностью состава клеточной стенки покружился. Например, особо эффективно в углах клеток и так далее. То есть мы имеем из клеточной стенки такую самопроизвольно возникающую систему координат. Именно это и важно в то возникновение того модуля регуляции морфогенеза, который я только что показывал. Это характерно для тканей, в которых осуществляется рост, то есть молодых сравнителей. В тех случаях, когда рост уже закончен, из биомеханики клеточных стенок могут возникать другие регуляторные модули. Я имею в виду в частности ту третичную клеточную стенку, в которой формируется контрактильный свойств. И понятно, что здесь могут формироваться свои биомеханические сигналы, которые базируются именно на формировании натяжения теоретичные клеточные стенки, которые могут сказываться на своих процессах морфогенеза, например, в том стебле льна, о котором мы говорили. Они продолжаются и тогда, когда рост в длину у стебля уже закончен. То есть мы можем обобщить, что в основе морфогенеза растительной клетки всего организма лежат лежат помимо работы генетического аппарата и гормональных систем еще изменение формы или физического состояния клеток еще точнее или в частности клеточных стенок и эти изменения подчиняются законной механике и во многом определяются процессами клеточной стенки. Механические свойства клеточной стенки таким образом это не только пассивный результат функционирования клеток, но еще и активный регулятор морфогенеза. Если есть такие показатели, значит, должны быть сенсоры, которые чувствуют состояние клеточной стенки. Это тематика, которая сейчас очень, что называется, hot point и предлагаются различные варианты для различных кандидатов на роль таких сенсоров. Их довольно много, у них фигурируют механические каналы и сама целлюлоза синтаза, которая является мощным комплексом встроенным в плазмолему, антенна которой может служить сформируемой микрофибрилотеллюлозы и у которой понятно есть еще и связь с цитоскелетом и масса различных вспомогательных белков, которые могли бы как-то участвовать в процессе передачи сигнала, а не только синтеза целлюлозы. Идея довольно многолетней давности, но до сих пор продемонстрировать никто не мог. А вот чему сейчас уделяется очень большое внимание, в частности нами тоже, это так называемые лектиновые рецептоподобные киназы. то есть такие белки, у которых есть домен лектины, это те, кто узнает углеводы, и есть другие домены, которые позволяют взаимодействовать с другими действующими лицами, так сказать, и с другой стороны много из них являются киназами. Вообще-то лектинов у растений очень много. Вот в геноме кукурузы или льна это там три-четыре сотни генов, которые кодируют лектины различных семейств. То есть для растений вообще характерна высокая представленность белков с лектинными доменами, что неудивительно, поскольку углеводные составляющие у них выражены как ни у кого. Причем набор этих лектинов у растений отличается от других организмов и очень характерно сочетание лектиновых и киназных доменов в одном белке. Высока доля таких белков. Нужно сказать, что лектиновые домены, то есть такие лектины, как правило, локализованы в плазмолеме и их лектиновые домены имеют прямой доступ к полисходимой клячной стенке. Построены схемы в существенной степени пока спекулятивные, но тем не менее иллюстрирующие действующие лица, которые могли бы участвовать или могли бы выступать в качестве сенсоров состояния клеточной стенки и передавать формирующийся сигнал внутрь цитоплазных. Очень известным вариантом является так называемая феррония, вот такая трансмеморанная лектиновая киназа, которая может формировать комплексы как с другими похожими киназами, так и с белками и пептидами клеточной стенки, в частности с так называемым ральфом, то есть фактор быстрого подшелачивания, если в переводе, и с так называемыми экстенсинами. Это гликопротеиды, у которых есть углеводные цепочки, которые взаимодействуют с хоридами клеточной стенки. И с другой стороны у них есть богатые литином повторы, формирующие такие спиральки, своего рода пружинки, которые заягриваются на компонентах клеточной стенки. При изменении натяжения вот эта самая пружинка растягивается и сжимается, то есть меняется конформация белка, что сказывается на его связи с другими компонентами на лектиновой киназе, который к тому же взаимодействует с полисахаридами и сигнал передается внутрь клетки за счет работы киназного домена и запуска каких-то каскадов внутрь клеток. Во всей этой истории нужно обязательно отметить то, что и таких киназ, и таких пептидов, и таких экстенсинов довольно много. их экспрессия очень тонко регулируется и соответственно создаются многообразные возможности для передачи сигнала и изменения этих свойств в зависимости от конкретной клетки и ее состояния. То есть разветвленная сеть возможностей для передачи сигнала от углеводных структур. И пожалуй время перейти к заключению, которое можно сформулировать следующим образом. Во-первых, функционирование креточной стенки в растительном организме базируется на формировании гомо- и гидрологичных полисахаридных комплексов, свойства которых существенно изменяются при относительно минорных модификации индивидуальных полинкетов. Клетка и растение в целом умеет ощущать эти изменения и реагировать на них с участием генетического аппарата и гормональных систем. В результате возникает самоорганизующаяся система, обеспечивающая морфогенез растений и реакцию на факторы окружающих средств. Я ничего не говорила о второй составляющей, но поверьте, она мне тоже имеет место. Если чуть более предметно перечислить те факторы, на которых базируется функционирование клеточной стенки, то это будут. Разнообразие строения полисохоридов мы видели, что гигантское, просто ни с чем не сравнимое. Во-вторых, на сложно организованном биосинтезе полисохоридов с участием мембран связанных комплексов, тем, на возможности изменения характера взаимодействия между полимерами именно за счет модификации полисохоридов уже непосредственно в клеточной стенке. Наличие больших мультигенных семейств кодирующих ферменты для модификации полисохоридов, которые позволяют учитывать многие факторы. Наличие больших мультигенных семейств кодирующих белки клеточной стенки, о них я тоже почти не говорила, таких как аробинглоктановые белки, такие как глицинбогатые белки и так далее, которые тоже вносят свою лепту возможно в модификацию полисохоридов или тоже участвуют в сенсорике. Наконец, разнообразие различных сенсоров, позволяющих отслеживать состояние клеточной стенки и передавать информацию как к клеточным структурам, так и к другим клеткам и тканям в организме растений. В результате мы можем сказать, что клеточная стенка это не просто монолитная стена бальгер или препятствия, не просто деревянный ящик. Это динамичная структура, выполняющая множество разнообразных функций, чутко подстраивающаяся по физиологическую ситуацию и служащие ключевым регулятором маркогенеза и адаптивных реакций. В заключении я хотела бы представить наш коллектив структура. ту шутливую фразу, которую мы сформулировали на одном из наших капустников, происходит ценности и переоценки, на первый план выходит клеточная стенка. И поблагодарить вас всех за внимание. Спасибо, что выдержали такой, в общем, не очень коротенький семинар. Большое спасибо. Очень, как всегда, очень интересно. И коллеги, наверное, мне кажется, Кирилл Николаевич хочет задать вопрос. Спасибо, Дмитрий Николаевич. Слушаю тебя. Добрый день, коллеги. Татьяна Анатольевна, большое спасибо за очень интересную лекцию. Очень, конечно, понравилась и последняя часть, связанная с Ральфами. Но у меня первый вопрос будет скорее о механических свойствах, о морфосоставляющей. Вы рассказали о тех процессах, которые идут при растяжении клеток. Если мы возьмем растяжение клеток в корнях, как более простой системе для анализа растяжения, то по вашему мнению, как происходит растяжение отдельных клеток или совокупности клеток, растяжение никогда не бывает отдельно, при котором не изменяется толщина этих клеток. Толщина клеток? Я имею в виду диаметр, извините, я не правильно сказал диаметр клеток. Диаметр клеток и вы имеете в виду не толщину клеточных клеток? Нет, диаметр клеток, да. В зоне растяжения диаметр клеток обычно не меняется. Это все по большому счету зависит от того, все равно, как локализованы изначально были микрофибрилоселлюлозы. Есть у них возможность скользить относительно друг друга в радиальном направлении, вернее, не в радиальном, а увеличивая диаметр клетки. И это вот та самая спираль, которую я демонстрировала, потому что фактически тот вариант, который демонстрировала я, не предполагает увеличение диаметра. Это сейчас не единственный механизм роста растяжения, который обсуждается. Есть еще теория так называемых горячих точек, в которых предполагается скольжение микрофибрилоселлюлозы друг относительно друга. Вот в том варианте он может быть скорее подходит для тех случаев, когда происходит увеличение диаметра. А если мы имеем вот такие вот вещи, когда у нас сжатая спираль, ее диаметр при растяжении не меняется. Это основной принцип именно такой сжатой спирали. И как я понимаю, соответственно, у нас верхние и нижние концы клетки должны быть открыты. Открыты для чего? То есть спираль у нас должна растягиваться. Понятно, что история с концами клеток, особенно у нас есть концы клеток иногда тупые, как в случае координированного роста, а есть еще истории с интрузивным ростом. Я про тупые. Понятно, что там особая песня про микрофибрилотевилоза. надо сказать, что динамику их изменений и характер расположения вот именно на концах фактически пока ну скажем так окротивизован очень слабо. Если вот говорить по кончикам интрузивно растущих, там по крайней мере есть работы, которые именно в кончиках демонстрируют характер расположения микротрубочек кортикальных, которые обычно параллелят с ориентацией микрофибрилов. И там мы по крайней мере видим вот эту самую сжатую спираль на кончиках. Но не на самом-самом кончике, там все равно понятно есть свои особенности, когда то закругление, которое на кончике. Но в основной части кончика мы имеем вот именно такую ситуацию. А расположение микрофибрилов на кончиках клеток в координированно растущих, я, честно говоря, слабо себе пока представляю, насколько архив теризов. Спасибо. И возвращаясь к вашей заключительной части лекции по поводу ральфов. На вашей схеме с ральфом ассоциированы лицинбогатые экстензины. Лицинбогатые экстензины. То есть ваше мнение, что через эти экстензины приносится сигнал о состоянии клеточной стенки? Во всяком случае, есть такая идея, есть такое мнение и может быть в русле этих работ упомяну недавнее обнаружение коллег из нашего института, которые показали, что при инфицировании растений некоторыми грибами происходит очень мощная индукция так называемой СВХ-белка, который оказался пептидазой чувствительной к гликозированию. Причем именно к альфа-галактозному гликозированию, то есть к наличию такой связи в гликопротеиде, а это в первую очередь как раз ЛРХ. То есть похоже, что при воздействии вот таких вот патогенов нарушается вот это функционирование вот этой вот схемы. И понятно, что процесс заражения и реакции на него может запускаться вот именно с помощью этого механизма, про который мы говорили. То есть я не исключаю пока возможности того, что именно вот с участием ЛРХ, и уж больно хороши эти пружинки, которые могут оказаться благодаря гликопротеидной части, закрепленных на протяженных участках к клеточной стенке. Поэтому пока у меня не вызывает противоречия эта идея, хотя, конечно, еще там очень много что доказывать надо. Спасибо. Очень интересно, просто на самом деле большинство работ по РАЛЬФам, они немножко на другое ориентированы. Как вы понимаете, РАЛЬФов много. Да, несколько несколько. Действительно ведут себя по-разному. Для тех ЛРХ, о которых я говорю, то есть для того РАЛЬФа, 32-й, если я не ошибаюсь, продемонстрировано экспериментально именно взаимодействие и с Ферронией, и с Аларыцей. Спасибо. Спасибо большое. Коллеги, может, еще какой-то есть вопрос у кого-то? Тогда можно я задам очень вопрос дилетанта? Просто поскольку мы рассказываем студентам об этом, явно плохо рассказываем. как же перегородка между двумя клетками, как она соединяется с уже существующей перегородкой, как вот, допустим, пектиновая пластинка соединяется с существующей уже пектиновой пластинкой? Значит, это действительно процесс очень плохо проработанный пока на сегодняшний день, но мы знаем, как в принципе формируется или предполагаем по крайней мере достаточной степени уверенности, как вообще формируются контакты и как формируются даже отложения новых порций клеточной стенки. Это ведь тоже процесс, когда в скраме не должно происходить, даже по поверхности, а здесь мы еще такая перпендикулярность имеем. И вы правы в том, что как известно, у клеток животных идет от материнских клеток внутрь, а у растений от центра клетки к краям, так что в шкальничном итоге формируются те зоны, о которых вы спрашиваете. Здесь наиболее вероятными вещами для того, чтобы соединить непосредственно полимеры формирующейся пластинки и материнские клетки после того, как они приближаются друг к другу достаточно в пространстве, служат, скорее всего, так называемые процессы трансгликодирования. Я о них совсем ничего не упоминала, хотя они важнейшие в клетчанной стенке, и они позволяют очень необычные ферменты, которые работают в две стадии. Они позволяют разрезать одну молекулу, ну, например, к силу глюкана, и, оставаясь связанным после завершения реакции, провести потом вторую реакцию, связав эту часть с другой молекулой к силу глюкана. То есть, получается такой перехлёст, перекраивание. И вот в той ситуации, о которой вы говорите, это может быть полисахарит один из растущих клеток. К силу глюкана как раз там образуется на этой стадии, когда целлюлозы еще нет. Целлюлозы есть в том месте, куда мы приделываем. Да, целлюлозы есть в том месте, куда приделываем. Там же есть тоже była сила глюкана, с которыми может работать вот та транскликозиланда. Та целлюлоза, которая там есть, ее придется разрезать, да? Целлюлозы не надо. Будет разрезаться. Целлюлоза не разрезается. Для этого вообще нет аппарата. Про это я тоже не говорила, но у растений нет аппарата для разрушения микрофибрилов для разрезания. Вообще нет. Соединение начинается с того, что полисахарид-матрикс, условно говоря, ксилоглюкан, соединяется с ксилоглюканом в материнской клеточной стенке. Когда происходит смыкание мембран, то есть когда формируется единая плазмолема у дочерней клетки, а это может быть после того, когда образовался физический контакт, когда зацепились полисахариды, дальше начинают сливаться и мембраны тоже. То есть мембрана, которая входит в цитокинезе, образовалась из пузырьков аппарата Гольджи, которые задержали все полисахариды, она сливается с плазмолемой материнской клетки. И только после этого, когда именно есть целостная плазмолема, начинают синтезироваться микрофибрилы целлюлозы, уже откладываемые в перегородку, серединную в данном случае уже пластинку, или уже это можно считать с началом формирования первичной клеточной стенки, которая последовательность шагов, судя по всему, вот именно такая, по крайней мере, вот на той схеме, что я показывала, целлюлоза последняя из компонентов клеточной стенки, которая начинает синтезироваться, и это происходит после того, как слились мембраны. Потому что механизм синтеза целлюлоза синтеза связан именно с плазмолемой, связан с передвижением в плазмолеме, не просто попаданием в нее. А весь механизм отложения микрофибрилы, очень сложный, как я упоминала, он заключается не только в создании мультиферментного комплекса из многих субъемит, но еще и в его движении в плазмолеме, и микрофибрилы откладываются как след от такого движения. То есть вот формирование тех углов, про которые мы начали разговор, это в начале история про полисахариды матрикса. Это пектиновые вещества, которые тоже могут схватываться, и к силу глюкана. Это понятно, но ведь вот в той стенке, к которой приделывается перегородка, в ней есть целлюлоза. Она идет сплошным каркасом же там, да? А ее придется разрезать. Там не приделывается, там керечный пакет образуется из бывшей стенки и двух новых. Как мацерация потом проходит? Если мы говорим, вот клетки при мацерации могут разойтись по пектиновому слою. Значит, этот пектиновый слой сплошной, он соединяется везде, да? Чтобы он сантимился, нужно, видимо, разрезать целлюлозу. Нет, если у вас сплошной, если вся целлюлоза у вас проложена сплошным слоем пектинов, зачем вам резать целлюлозу, чтобы разделить клетки между собой? То есть как раз углы клеток, почему именно там межкредитники образуются, там непосредственно место контакта, у меня это даже, по-моему, на стиме нарисовано, но неважно, непосредственно, там незачем резать целлюлоз, там делается прослойка из пектиновых веществ и полисхоридов матрикса, а клеточная стенка соседней подходит вплотную, но не сливается с ней. Образуется вот тот самый уголок клетки, в котором нет непрерывности полной. Пектина. Да, пектина есть. Срединные пластинки. То есть есть непрерывные срединные пластинки, но она создается за счет и при наличии вот этих вот углов. Я согласна, что этот процесс, я, конечно, вот так достаточно уверенно вам отвечаю на эти вещи. На самом деле довольно сложно вообще найти подходы для того, чтобы вот прямо предметно с конкретными молекулярными игроками эти вещи активировать. Тогда я очень боюсь, вообще вот еще присутствие 40 человек выглядит совсем уже некомпетентным человеком, но у нас вот, слава богу, я не был руководителем этого студента, но у нас вот был студент на кафедре, он занимался тем, что сравнивал, ну, в общем, в большой команде там они сравнивали транскриптомы там, значит, разных стадий там развития цветка. И вот какие там гены. То есть у них там активировались то, что называют целлюлазы, наверное. Да, да, да. Вот что же такое целлюлазы, которых много и разных оказывается, да? А вы говорите, что аппараты для разрезания целлюлазы, да? Понятно. И мы тоже всегда так раньше говорили, в общем, да. Значит, здесь ситуация довольно поучительная. Потому что термин целлюлаза, скажем, в литературе там 80-90-х годов использовался широчайшим образом, скажем, в таких процессах, как опадение листьев, там, реформирование ариентима и прочее. О, расщепляется целлюлоза, и все понятно. Выделить фермент, который проверили на активность на карбоксиметилцеллюлозе, так называемой, то есть не на микрофибиллах, в виде которых существует нативная целлюлоза в растении, а на индивидуальных молекулах целлюлозы. И да, вот, расщепляет, значит, это целлюлаза. Так это название довольно долго кочевало в научной литературе, и таких генов, гомологов, то есть с такого типа активности, действительно, довольно много. Потом оказалось, что нативную целлюлозу они расщеплять не могут, а работают только на единичных ферментах, то есть на тех полисахаридах, у которых остов похож на целлюлозу, тоже из остаточков глюкозы стоит, например, в первую очередь, в телу глюкана. У него остов точно такой же, как у целлюлозы. И те ферменты, которые выделялись, на самом деле правильнее называются BD1-4-глюканазы, то есть те, которые расщепляют действительно остов, похожий на целлюлозу, но не способны для этого расщеплять на тему целлюлозу. Такую же связь, но не в этой молекуле, да? Да, да, потому что там настолько закристаллизованная структура, это микрофибрила, там не подступиться к ней, таких ферментов вообще очень мало, а у растения они отсутствуют. Ну, то есть, я не знаю, хотя это много раз обсуждалось и много раз пытались найти что-нибудь похожее, потому что иногда народ не понимает, как, например, аэронхимы образуются. Там не всегда нужно расщеплять целлюлозу, там достаточно, очень часто, как, например, выпадение листьев, достаточно расщепить полисхориды матрикса, и клетки развалятся между собой. Целлюлоза ведь никогда не пронизывает, никогда не переходит от одной клетки к другой, она всегда обособлена только по своей клетке. И поэтому, вот еще раз, целлюлозы растительные, это все-таки на сегодняшний день неудобоваримый термин. Их правильно называть БТ-1,4-глюконазами и связывать с теми полимерами, которые имеют похожий остров. Ну, все-таки большое спасибо, очень стало гораздо понятнее. Дмитрий Дмитриевич, можно один маленький вопрос? Конечно, 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 все, я прерываюсь. Татьяна Анатольевна, добрый день, очень рада услышать сегодняшнюю вашу лекцию. Вопрос короткий. С точки зрения структурных аспектов расположения микрофибрилцеллюлозы, как правило, мы видим в электронном микроскопе расположение микрофибрил параллельное плазмолемия. Возможно, что у Кирилла Николаевича в корнях и в начальной стадии образования клетчатой стенки микрофибриллы располагаются перпендикулярно, а затем поворачиваются в горизонтальное положение параллельно плазмолемии. И, наверное, если я правильно понимаю, расположение микрофибрилл определяет растяжимость направления растяжения клеток. А что вы можете сказать про крис-кросс расположение микрофибрилл? В каких случаях оно возникает? Оно возникает? Спасибо за вопрос. Я, к сожалению, не вижу вас на экране. Вопрос понятный, правильно? Добрый день. Спасибо, что посетили семинар. Крис-кросс и вообще всякие замысловатые ориентации микрофибрилла может формироваться в частности в коде процесса растяжения, когда происходит переориентация ранее отложенных микрофибрилл и отложение новых по-прежнему перпендикулярных. Ну, то есть так называемый это мультимент хопостесис, который, собственно, и говорит о том, что у нас образуется в результате сеть, при том, что изначально они все в одном направлении примерно. Речь идет только о сети, об арочной структуре, тогда, когда вы точно видите все варианты расположения в одной и той же клеточной стенке в виде арок, допустим. Арочное расположение – это довольно часто еще, ну, что называется, косые срезы? Нет, нет, нет. Не это имеете в виду? Нет. Тогда, когда микрофибриллы меняют свой угол, и это систематическое изменение неоднократно происходит в одной и той же клеточной стенке, есть серия работ на эту тему. Вы имеете в виду первичную стенку или вторичную стенку, скажем, слои вторичной клеточной стенки, которые между собой отличаются по микрофибриллу? Нет. Я имею в виду стенку, если и вторичную, то не в сопоставлении с первичной. А этот процесс действительно имеет место на некоторых объектах, сейчас сходу не вспомню на каких. И я как раз хотела понять функциональный смысл возникновения измененного положения микрофибрилцеллюлозы в пределах одной клетки и стенок одного и того же слоя, одного и того же уровня. Я думаю, что речь идет в первую очередь о клетках каленхимы, которые очень своеобразны тем, что будучи по всем своим показателям, то есть по составу и набору полимеров, а главное по способности растягиваться клетками первичными, клетки являются толстыми. И действительно, ну то есть каленхимы, как известно, бывают очень разного строения, там уголковые, с утолщениями по всем своим показателям. А при этом у нее вот как раз очень четко выражена слоистость в этих утолщенных участках. И это тот механизм, который позволяет слоям скользить относительно друг друга в ходе вот того роста растяжения, который, понятно, немножко другому механизму осуществляется. Который мы сейчас как раз на примере каленхимы пытаемся тоже разбираться. Еще раз говорю, потому что это удивительная система, когда толстая стенка, когда слои, и тем не менее она способна растягиваться. Вот арочность действительно довольно часто у таких клеток обнаруживается, и это может быть результатом таких вещей. Спасибо, спасибо. Лиза, добрый вечер. Поздно уже отключаться. Наталья Анатольевна, большое спасибо за хорошую интересную лекцию. У меня сразу вопрос на вскидочку возник. Может быть, вы обсуждаете про спиральную структуру целлюлоза. Может быть, спирали в спирали находятся так несколько раз, они просто друг внутри друга спокойно перемещаются, совершенно независимые. То есть сцепленные только за счет пектинов или гемицеллюлоз. Фактически именно так и происходит. Да, в растущей клетке мы имеем несколько слоев спирали, которые откладываются последовательно друг за другом, а потом переориентируются. И другое дело, что у нас уже никогда существенно увеличивается поверхность клетки, первоначальную спираль уже не просмотреть фактически. Ну, видно, как они крест-накрест располагаются. Прекрасно, да. И тогда, я думаю, снимается вопрос об этом самом, как формируется клеточная стенка при делении, при разделении, когда клетка делится. Просто еще, во-первых, я думаю, что вторичной клеточной стенки обычно нету, потому что немножко другой процесс идет. Ну, конечно. Потому что дифференциация не произошла, а вторичная клеточная стенка – это уже дифференциация. И третичная особенно. Конечно. Потому что вы, наконец-то, выделив третичную, которая совсем была непонятна, как вторичная, наконец-то она стала понятной, более-не менее. Спасибо. Спасибо. Извините, а можно еще вопрос? Антон Веер, Высшее растение. Тут, так сказать, на самом деле очень много, когда Дмитрий Дмитриевич тоже задал вопрос, я тоже хотел задать. И в итоге, так сказать, мы об одном и том же думаем. Я про деление. Можно я по делению вернусь все-таки? Значит, речь идет, где Дмитрий Дмитриевич имел в виду несогласованное деление, когда клетка растительная начинает делиться уже в том участке, где другие уже давно поделились. И, соответственно, у другой смежной клетки, которая есть, уже сформирована своя первичная, своя вторичная оболочка. И, соответственно, в этот момент возникает вопрос, как именно пектиновая пластинка, точнее, межклеточная пластинка, которая потом будет пектиновой, пристыковывается к уже имеющейся пектиновой сети. Точнее, к пектиновым прослойкам других клеток. Собственно говоря, я не знаю, могу ли я сделать демонстрационную. Не могу сделать демонстрацию. Может. Разрешено это. Не запрещено. А вот у меня... Вы не можете запустить демонстрацию экрана. Наверное, Юша, Татьяна Анатольевна, закончится. Я ничего такого никому не запрещала. Если вы закончите свою демонстрацию, Татьяна Анатольевна, Сергеевич сможет. Хорошо. Я, по крайней мере, со своей... Нет, я просто достал. Я прошу прощения, я просто достал сразу картинку. По-моему, это план биокемистрии, что-то в этом роде, если я ничего не путаю. Значит, и, собственно говоря, вот именно здесь этот процесс как раз и продемонстрирован, так сказать. Ой, когда... Сейчас. Ой-ой-ой. Сейчас, извиняюсь. Сейчас. Быстренько. Вот. Значит, когда на последнем этапе, когда уже, так сказать, фрагмопаз переходит фактически в межклеточную пластинку, и вот на этом этапе как раз возникает примыкание, все такое, и вот в этот момент как раз нужно что-то сделать с уже имеющейся, имевшейся до тех пор слоями клетчатой стенки, чтобы достичь уже имевшегося между клетками пектиновой прослойки. Как здесь происходит перестройка гемицелевоза? Я не знаю, нет. Да, именно вот этого момента, да, потому что, честно говоря, я хаюсь, я тоже думал, что эти самые, значит, глюконазы, они в этом процессе участвуют, если честно. Я начитал с кучей статей на эту тему, так сказать, да, известно, что они есть, что их раньше называли целевазами. Вот я, честно говоря, был уверен, что именно они тут и работают в этой связи. Вот я-то думаю, что речь идет именно о глюконазе, это в первую очередь в данном случае ксилоглюкан. Классика, Жанна Криво. Все, я уже это понял, да, это я уже понял. Ключевой полисахарид именно первичный клетчатый стенок, и он начинает откладываться вот в этой плоской формирующейся пластинке, и как только его молекулы получат, молекулы ферментов, которые его модифицируют, вот этих самых глюконаз, которые еще являются очень часто трансгритозиландами, то есть те, которые перед ним могут связывать, придут в физическое соприкосновение с мефилинской клеткой, матриксы могут объединяться. Им ничего не мешает. Матриксы могут объединяться. Матриксы понятно, да, был вопрос именно по целлюлозной системе, который уже может существовать. А дальше, смотрите, у вас сформировалась единая плазмолема у дочерней клетки, при этом в углах целлюлозу никто не трогал, плазмолема образовалась единая между дочерней и материнской, и пошла наматываться на нее целлюлоза, которая… Это понятно. Это тоже понятно. Смотрите, вот, допустим, арбуз, он распадается на отдельные клетки. Когда мацерируется, да? Да. Ну, распадается на пептина. Если бы… Если бы… Если бы было так, как мы все мыслим сейчас, то у нас был бы такой вот пакетик большой, в нем две клеточки сидит. Они распались, но они в пакетике сидят. А та еще в одном пакетике сидит, и в ней два таких пакетика. Я понимаю, что вы про файлы клеток говорите. Ну, а как они все-таки на отдельные клетки-то распадаются? А почему нет-то? Я не могу… Абразрыв, что… Ну, целлюлоза должна разорваться? Да нет, целлюлоза должна разорваться. Нет, между отдельными клетками нет никакой целлюлозы. Нормально все. Там просто пектиновая прослойка. Нет, ну вот когда одна клетка поделилась, была клетка. Она окружена целлюлозой. Она разделилась на две. Дальше эти две клетки хотят разделиться. А они находятся в общей целлюлозной оболочке. Которая им досталась от материнской клетки. Да, вот это уже другое. Вот как происходит эта мацерация, когда… Или расхождение, или расхождение. Именно потому, что соединение целлюлозы материнской клетки с целлюлозой дочерной клетки не происходит, а происходит формирование, то есть остается прослойка из матрикса, ну то есть в данном случае вы потом получаете возможность для разделения. Тогда мы получаем большой пакет, такой целлюлозный. Почему обязательно пакет? Почему обязательно пакет? Вы не забываете, что, ну, во-первых, это еще зависит от того, в каких плоскостях у вас деления происходит, и там могут быть самые разные комбинации всех этих вещей. Я, честно говоря, не вижу здесь, что непременно будет пакетность. Нет, ну какой-то разрыв. Пакетность, когда они не растянут. Почему? Да, они же, кроме всего прочего, потом еще будут растягиваться, увеличиваться в размере. Там будет дополнительная... Наушная, может рваться. Нет, просто вообще, я вообще не об этом вопросе. Почему вы считаете, что если есть целлюлоза, то она больше не растянется? Как раз наоборот, она может растягиваться, и это основа для растяжения. То есть у вас все равно материнская стенка не лимитирует растяжение дочерних клеток потом. Она начинает в нем участвовать теми участками, которые, так сказать, образовались... Хорошо, что примыкание произошло, чтобы пиктиновая прослойка между исходными клетками соединилась. Правильно я тебе говорю об этом? Правильно, пиктиновая должна быть. Пиктиновая должна быть материксная. Она должна пересечь струкзак. Татьяна Анатольевна, маленькие как-то непонимания. На самом деле там никакого слияния дыновообразованной пиктиновой срединной пластинки между двумя дочерними клетками с тем слоем, который находится за первичной стенкой, которую в процессе клетчаного цикла клетка сформировала, не происходит. Как не происходит? На кучу фотографий это видно. Мы изучаем, что они связаны друг с другом. Мы изучаем на тайме. А перетока нет. Там источение исходной клетчатой стенки целлюлозной. Надо понимать, что там всего несколько фибрилт. Начинать может быть после растяжения. Когда мы изучаем какие-то эмбриологические вещи на трансмиссионном электронном микроскопе, мы смотрим эти все вещи. Там такие типа Т-образных перекрестков получаются картины этого пектина. Причем это клетки, которые делились в разное время. То есть одна потеряность, у нее уже есть оболочка. Без разрушения целлюлоза этого произойти не может. Я не представляю себе, как это может произойти без какого-либо растаскивания целлюлоза. Растяжение там происходит. Там происходит растяжение. Конечно. Очень значительное. Поэтому те несколько слоев фибрилт целлюлозных вы просто не видите. Ну, можно. Анатольевна, так? Я тоже считаю, что растяжение там, конечно, происходит. А гидролиз нет. И две клетки все равно обособлены. То есть еще раз непосредственно соединение целлюлозы одной клетки с целлюлозой другой клетки? Нет. Возможно. Возможно. Хорошо. А можно еще вопросы? Клетки не могут объединиться, коллеги. Но это, в общем, аксиома, которая... Это вы понятны. Да, это вы понимаете. Да. Еще один вопрос. Правильно? Такой дилетантский. Правильно я понимаю, что смешанные глюканы в плечной стенке второго типа, узлаков, они выполняют роль пектинов? Да. Да. Именно это мы вот ту шубу вокруг микрофибрилла, которая в том числе и на слайде присовала, это именно глюкан со смешанным типом связи. И аналогия прямая. И еще вопрос тоже хотел спросить. С чем связано такое большое разнообразие колоссо-синтетазных комплексов? То есть мы знаем, что целевозо-синтетазные комплексы консервативны. Вот один тип, так сказать, не модифицируется, в то время как так существует, по-моему, больше десятка, если я ничего не путаю, различных вариантов колоссо-синтетазных комплексов. А еще больше примеров, которые гидролизуют еще колоссо-синтетазные комплексы. Это то, что у нас с этими типами регуляции, но это примерно то, о чем я говорила. Значит, насчет типов. Вы понимаете, что колоссо-синтезируется в очень разных физиологических ситуациях. У нас есть ледяные пластинки, у нас есть плазмодезма, у нас есть поранения, у нас есть колоссо-пробки в пыльцевых трубках. То есть есть специализированные под разные задачи, в первую очередь под разную структуру промоутеров, которые, понятно, реагируют на конкретные стимулы под соответствующие определенному месту и времени, что называется. То есть правильно я понимаю, что одни работают в составе визику, когда это еще она фаза, когда это переход к активофазе, а другие уже, так сказать, в формированной клещной стенке снаружи от клещного содержимого? Ну, скажем так, на пазмолеме не снаружи от клещного содержимого, а на пазмолеме непосредственно? То есть она всегда формируется, она все равно мембранно-связанный комплекс. То есть она все равно в той же срединной пластинке, вот пошли пузырьки Гольджи, они там скопились, это все равно мембрана, вот там начинается синтез колоза. В плазмодезмах это тоже все равно, примыкают, ну, то есть досмотрубочки с мембраной соответствующей, и синтез целлюлозы именно там, то есть, простите, колоза именно там локализован. Сложнее, то есть всякие пальцевые трубки, это тоже все равно формирование, ну, закупывание, то есть это мембрана, связанные с ферментом в любом случае всегда. А нет никакой революционной интерпретации такого разнообразия колоссоэпитазных комплексов? Не существует таких данных? Я думаю, что тут оно очень просто именно в такой... Понятно, что филогении надо построить и посмотреть предметно, кто раньше возникал, потому что филогении, конечно, очень широко используется. Вы знаете, что активность многих ферментов до сих пор не охарактеризована в полной мере. И вообще ее проверить – это гигантский совершенно труд, там не будут вдаваться почему. И поэтому очень часто мы, особенно во всяких транскриптовных исследованиях, геномных исследованиях, идентифицируем погомологию с уже известными ферментами, с известной активностью. И поэтому филогения очень широко применяется. Поэтому, конечно, для колоссоэпитазных я не смею, что это построено, я просто не в курсе, что там у основания получилось. Конечно, есть специализации по такому же типу, что я говорил. То есть при дупликации геномов возникает специализирование под конкретную физиологическую ситуацию, и поэтому сохраняются дальше в веках. Понятно. Вот вы, если позволите, тоже небольшой комментарий еще, и, может быть, даже встречный вопрос к коллегам, потому что мы сейчас пытаемся себе нафантазировать ответ на вопрос, который я сейчас задам, но у нас не очень получается. Вот мы говорили, что у злаков есть специфичные полисохориды, и они очень характерны для растяжения. Поэтому очень на протяжении многих десятилетий считалось, что у злаков некий особый механизм растяжения, где участвуют вот те полисохориды, которые для них специфичные, и которые накапливаются в ходе роста растяжения. Глюкан со смешанным типом связи, глюкорона, реабиленцилла. Когда мы посмотрели транскриптомы по зонам, мы поняли, что у злаков распрекрасно себе существует весь механизм для синтеза всех ключевых полисохоридов в стенке первого типа. Ксилоглюкан распрекрасно синтезируется, пептины распрекрасно синтезируются, и в мире с теми преобладают, и на этапе инициации еще преобладают. И ксилоглюканы есть в этой связи? Ксилоглюканы есть, безусловно. И мы давно у нас вышли пару статей, мы пытались объяснить, что с ними происходит и как. Короче говоря, механизмы инициации, по крайней мере, растяжения, скорее всего, идут по совершенно тому же типу, что вообще у двухдозных, и связаны все равно с этими горячими точками, ксилоглюканами, и вот всей этой машиной. Эндотракс гликозеваза тоже работает. Что? Эндотракс гликозеваза тоже работает. И эти тоже работают. И ксеты вот именно на инициации растяжения, прям бум настоящих ксетов, которые вот именно тут вот происходят. И в связи с этим возникает вопрос, который мы не можем показать. А зачем, знаете, напридумывали себе такие сложности с синтезом двух очень непростых в исполнении полисахаридов типа глюкурона, рабина, ксилана? Мы вначале думали, ну, скажем, это им дает преимущество в скорости растяжения, например, или в каких-то параметрах роста клетки, которые давали бы логичное объяснение. У Виктора Борисовича Иванова относительно недавно вышла статья, где на большом очереди выборке сравнивали скорость роста клеток у однодонных и двудонных. Нет там никакой принципиальной разницы по скорости роста. И вот нас мочит вопрос, зачем вот эта сложность, которую они где-то себе создали. Такое ощущение… Какая-то осторожность к каким-то микроорганизмам, ну, тоже не очень понятно. В общем, короче говоря, причем это же формируется именно в ходе роста растяжения. Дело в том, что большинство злаков, они же склерофиты. И, возможно, такой вариант строения клеточной стенки больше подходит для этой задачи. Потому что эти самые арабаноксивана, они же уже связаны с фенольными соединениями. Соответственно, фактически это предваряет собой дальнейшую логнификацию. Она осуществляется таким образом, как я понял и так понимаю. Она осуществляется гораздо проще и быстрее по сравнению с другими растениями. Возможно, может быть, в этом причина? Ну, насчет облегченной логнификации, вот совсем ни разу не думаю. У нас самый чемпион по этой части была бы тогда сахарная свекла, потому что там этих фирулатов больше, чем где-либо. Здесь это все равно относительные копейки. Особая разница в логнификации тоже не замечаем. Ни по скорости, ни по характеру, так сказать. То есть, во всяком случае, чтобы это такие масштабнейшие преобразования клеточной стенки обуславливало, это же превращается в ключевые полимеры, основная масса глюкан со смешным типом связи и глюкуронародинксила. Сила глюкан там где-то уже в миноре, в миноре, в миноре. И, в общем, на самой стадии активного растяжения уже теряется. Он важен на инициации, он важен до того, он важен на этапах деления. Скажите, пожалуйста, с какой степенью проработанности установлена, где заканчивается эта группа, куда злаки относятся? Допустим, сестринская группа злаком, семейство глюкалиация. Оно изучено в этом отношении? Дальше рестианация, флагеляриация, операция, конечно же. Можно, по-моему, вернуться к той схеме, что я рисовала уже много лет назад, когда я, так сказать, погружалась в это специально. Может быть, с тех пор, и наверняка с тех пор гораздо расширились данные, которые могут быть представлены в этом случае. Там на схеме я не помню других. Но вообще официально считается, что, скажем, глюкан со смешанным типом связи – это специфичный для злаков и все. Точнее так, он возникал в эволюции несколько раз, и есть, например, у хвощей. Но дальше в голосеменных, в папоротниках и так далее нет вообще. Просто там очень хорошо проработана группа семейства с злаком и последовательность, в каком она там родственна. Насколько эти семейства изучены, и что нужно сделать, чтобы их изучить, если они еще не изучены? Значит, здесь что нужно сделать, чтобы их изучить, мне более-менее понятно, потому что, ну, во-первых, есть специфичные антитела на глюкан со смешанным типом связи, можно просто серьезно попробовать обработать. Во-вторых, если есть геномные секвенсы, можно найти по гомологии те гликозилтрансферазы, которые, а они характерны очень, они как раз вот относящиеся к семейству FH-типов, которых у гудольных нет, они есть как раз вот у злаковых. Поэтому и доказывали, собственно, что они участвуют, когда переносили такой фермент, скажем, в арабидопсис, и он начинал синтезировать глюкан со смешанным типом связи. То есть, если есть такие ферменты в геноме, можно почти наверняка сказать, они синтезируют глюкан. Поэтому проверить можно, но нужно захотеть. Просто между злаками и двудольными там такая колоссальная дистанция, и много еще чего. Согласна. Вот скажем, то есть глюкурон арабиноксилат, он для более широкой группы однодольных характерен. А вот глюкан со смешанным типом связи – это персональные злаки. На сегодняшний день, по крайней мере, я имею в виду из этой группы покрыт семеной. А правильно понимаешь, что у них пектиновая прослойка, при этом устроена совершенно одинаково и стандартно по сравнению с другими цветковыми растениями, вообще высшими? У злаков? Да. Похоже, что да. И как раз именно в связи с тем, что на остальные деления и пектин, и ксилоглюканы, пожалуйста, вам сколько хотите. Может, как раз вот в этом вот, в эволюционном плане вопрос. Нет, вопрос, почему есть ксилоглюкан пектин и почему срединая пластинка одинаковая, он понятен. Ну, то есть универсальный механизм. Почему возникает не универсальный? Понимаете, ведь очень долго были вопросы, например, о какие разные клеточные стенки, а, скажем, на ауксин реакция принципиально одинаковая. То есть, по большому счету, если вы гизогеном ауксином подействуете, у вас примерно одинаково будут уединяться там гипкотилии, там крышки, что злаков, что нудольных. То есть все время казалось, как это, если у них такие разные составы клеточных стенок. Так вот, оказалось, что куча вещей очень похожих, просто не на тех стадиях развития, а как раз на тех, которые важны вот для проявления, скажем, того же действия ауксина, перехода к растяжению. Там еще ксилоглюканов полным-полно. И действительно начинаются процессы его преобразования, модификации с участием вот ксетов бесконечных, ксетов, которые тут просто вот бум. Причем, вы знаете, сейчас еще показали, что, может быть, ксета не только две молекулы ксилоглюкана, так сказать, между собой шивает, но и есть с гидрологичными полимерами. То есть с тем же глюканом со смешанным типом связи, например. Есть, вышли сейчас такие работы, очень, так сказать, доказательные, о том, что такого типа фермента могут с ними сшивать. Есть, которые с пектинами могут сшивать. Предполагается, что, может быть, даже есть те, которые с тулулозой могут сшивать. Но вот это я пока убедительных вещей не видела. Но то, что есть большой класс вот этих гетеро-трансгликозелаз, которые сшивают разные полисахариды между собой, и что именно при инициации растяжения с ксилоглюканом они работают очень активно, это вот факт, который мы уже осознали. Спасибо. У нас так мало было семинаров, где было так много участников, и еще меньше тех, где участники так долго оставались слушать дискуссию, такую интересную. Спасибо. Коллеги, может, еще какие-то есть вопросы? Можно мне еще небольшой самый комментарий? Пороховинова из Вира, Санкт-Петербург. Мне такое сразу, что на мысли приходит, в чем разница между надольными и двудольными? Мне кажется, что у злаков с двудольными, мне кажется, что у злаков как-то меньше листьев, как-то они формируются сначала, а потом уже идет быстрый рост. Мне как-то, по моим ощущениям, казалось. Я хорошо вижу пшеницу, хорошо вижу амюрс. Как это с тем, что растяжение связано, мне довольно сложно осознать и со спецификой полискаридного состава именно в период роста растяжения. Потому что вы понимаете, что там другой листовой след, который более охватывающий. У нас, допустим, того же льна, там листочек совсем маленький, там 80-90 штучек, а у пшениц там 8-10 тысяч пакетов на одну стороне. Как правило, отличающиеся, но это вряд ли напрямую связано с составом клеточных тек. По крайней мере, я не могу себе представить логическую цепочку, как связать эти вещи между собой. Механические ткани образования, исходя из того, что они всегда как-то ассоциированы с этим самым проводящим пучком. А я правильно понял, что у хвоща со злаками есть некоторые сходства, да? Вот, по крайней мере, один и тот же поле Закарид есть и там, и там. Потому что ведь у них действительно функционально ухвощая у злаков очень большое сходство в том, что интерколярный рост между узлами идет. Колоссальный интерколярный рост между узлами идет и там, и там. И протоксилемные лакуны и там, и там образуются. В общем, функциональное сходство очень большое между хвощом, конкретных хвощом и злаковами. Интересно. То есть отложение кремния. Кстати, да, отложение кремния раз. Очень сильный интерколярный рост между узлами два. Силикаты. Вот. И образование вот протоксилемной лакуны три. Ну, это связанные вещи все. Да, вообще интерколярный рост это фишка злаков. Наверное, не поймите, какое-то следствие. Функциональную связь между злаком и хвощом, если начать раскапывать, то я думаю, здесь можно прийти к каким-то вещам. Интересный поворот сюжета. Спасибо. И к тому же там, по-моему, у злаковых пушки закрыты, если память не изменяется. Они это самое не изменяют. То есть там нету вот этого самого камбия. Ну, они у всех однодольных закрыты. Ну, да, вот у всех однодольных. Да, ну, так вот просто очень опасно ставить знак равенства между злаками и однодольными. Да, 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 я знаю. А у осок как не знаете, с осоками как? Надо посмотреть, я просто не помню. Я думаю, что у них охарактеризованы, конечно, эти вещи. Просто надо возобновить в голове. Я вот не встречал работы про смешанный гликан у них. Что-что? Я вот не встречал работы про смешанный гликан у осок. Вот не было к вам таких данных. Еще раз говорю, смешанный гликан из покрытых семеных, это считается только злаковым. Ну, интересно. Семейство, вот эти вот эгдеокалиации в первую очередь очень интересно посмотреть. Ясно. Ладно, можно подумать. И они у нас есть, если что. Понятно. Попробуем подумать. Ну, коллеги, есть ли еще какие-то какие-то комментарии, вопросы? Скоро ли закончится? Да. Вот видите, кто-то говорит, скоро ли закончится. Какой-то звук такой прошел. Я думаю, что надо обнадежить людей. Да, да. Ну, мы вот два часа заседаем. Очень успешно. Давайте действительно будем двигаться к завершению. Спасибо большое, Татьяна Анатольевна. Просто очень нам очень приятно было услышать ваш доклад. И так приятно, когда возникает какое-то обсуждение. Да, спасибо большое. Потому что действительно такую комплиментарную аудиторию не так часто встретишь. И то, что сегодня сложилось обсуждение, помимо всего прочего. И я, в общем, еще и полтора часа протараторила, что тоже не часто встречающиеся возможности. Поэтому вам отдельное спасибо, как и коллегам, которые... Спасибо. Я тогда закончу. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Всего доброго. Тогда давайте будем прощаться. Да? Все. Да. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Сознавать, что мы друг друга знаем теперь очень хорошо. Всего доброго. Спасибо. Продолжение следует...